Приветствуем по многочисленным просьбам подписчиков Вот мы с батей решили провести эксперимент В эксперименте принимают участие два поршня Ну начнем пока с одного Это с какого-то опеля К сожалению мне не удалось найти поршень Более, скажем, такой подходящий У него тут закоксованные кольца Ну то есть они, если их очень сильно пошевелить Они шевелятся, но он лежал в сторонке Эксперимент заключается в том, что Вот она баночка Мы его сюда поместим И зальем димексидом Вон димексид Но по условиям эксперимента Мне много людей написало, что Да и вообще надо в реальных условиях его проверить Мы замитируем прогретый двигатель Для этого мы его нагреем газовой горелкой У меня пирометр есть Давайте возьмем Посмотрим Вот он сейчас 20-21 градусов Он лежал у меня На этом Сейчас смотри На, вот здесь вот я его ставлю Возьми чем-то варочкой или... Не, не, я только вот это отброшу отсюда Что-то такое, я не знаю Фу Извиняюсь за пыль Подогрей его Ну то есть Ну ты понял, как его греть Так, при работе с димексидом Соблюдайте технику безопасности Потому что это очень-очень Ядовитая хрень Извиняюсь за мой лексикон Но чтобы как-то дошло это до Зрителя Вот у меня есть такие Не очень Офигенные перчатки Но Тем не менее Что? Поднесите там Не надо Вот пусть там он лежит Ай, е-мое Да, не быть не врачом Так Берем наш димексид Нам понадобится Скорее всего Пара банок Одна Вторая Так, а ну отведи в сторонку Слушай, ну 240 Нормально Все Можно его вырубить Так Сейчас мы Как раз пока Донесем Это даже Ты его разогрел Ну как раз 250 Это рабочая температура При работающем двигателе Вот мы его сюда ставим Стоять Да, да, да Давай я подержу А ты заливай Не, не, не Все нормально Смотри Все нормально Так Берем Баночки Главное этим говнищем Не надышаться случайно Это Ну это критично Так Я вот туда Вот по сторонам Оно на тебя не идет? Нет Сюда Налеем Сейчас Нальем Вот сюда Стороночку У нас тут прошло Немножко времени Ну вот 67 70 градусов Вот Ну тут шатун Он еще горячий Он сам поршень Вот где-то 75 Как раз он находится В таком состоянии Как по инструкции Надо Запускать движок Там Давать ему Гарри Там Подобное Не Вот Вот так Мы Выберем Все что тут было Сливаем Ну хочу сказать Что Есть Прогресс Вот с этой стороны Ну то есть Тут от жирового пояса Она подставала Берем кольца Я вам хочу сказать Смотрите Вот с этой стороны Нагара нет вообще Ну то есть Кокс Ну а вот с этой стороны Тут еще Какое-то Нехорошее Вон Вот оно Осталось И кольца Шевелятся Но они до этого Здесь не были Залегшими В край Но так они Легко не шевелились Ну может потому что Поршень разогрет Кстати например То есть Но Можно сказать Что если эту процедуру Повторить Еще хотя бы Один раз Это должен быть Неплохой эффект Ладно А верху не отмылся Почти Ну Оно такое Ладно Мы этот поршень Отложим Эффект есть Ну то есть Как бы вот Вопросов нет Я его пока Положу сюда Пока тот поршень Лежит остывает Мы берем второй То есть я беру Кольца здесь Немножко шевелятся То есть Их даже можно Очень Так сказать С напрягом Но провернуть Но они вот Видно что все В коксе Значит Ну сейчас разогреем Правда уже Не так Сильно Подожди Значит У меня Есть Вот такие вот Штуки Мне когда-то В Питере На встрече с подписчиками Самый первый Человек принес Лавр Но тут его Правда очень мало Потом Вот такая штуковина Я не знаю Что это такое Ну и Вера Люб Две штуки Вот он Юра Ермолаев И даже писал Что И вот здесь Вот Человек Прислал Там по чуть-чуть Ну Начнем Наверное С самого Распространенного Вопроса Лавр Но тут его Очень мало Как я уже говорил Так Поджигай А ты можешь сам Ну давай У нас вот его мало Тут где-то вот Чуть-чуть Меньше половинки Так Смотрим А ну Убери на секунду Еще чуть-чуть Тот был 250 Ух Тут оно Так Сторонку Еще чуть-чуть Надо чтобы было Где-то 240 230 Так В сторону Все Нормально 200 Тут 16 220 Закрывать там Слушай Мы еще тут будем Пошни греть У меня есть Так Берем В ту же коробочку Так Я ее сполоскнул Естественно О Держи Берем Лавр Делаем с ним Все Те же самые Процедуры Не Я не дышу Не Ну вообще По инструкции Там по-моему Меньше идет Но это мы уже Так чтобы Знаешь Конкретно У нас тут Прошло Некоторое время 75 градусов Ну то есть Он остыл Он кстати Чуть быстрее Остыл Чем тот Ну да ладно Держи Ну и собственно Смотрим Расшевелилось ли Расшевелились ли Кольца Ну Честно говоря Я думаю Вы сами Все видите Что особо-то Оно Ну если я на том поршне Я специально его принесу Вот он Если я На этом поршне Вот с этой стороны Допустим Грязь осталась Но я их Свободно Отверткой Вращаю За сепаратор Да там грязь осталась Но она Вон слезает И вот она Часть Без грязи Кусок сепаратора Я То есть кольцо Ходит в своей канавке Довольно нормально Так То есть здесь Ну в принципе Как было Ну вот я пытаюсь Его провернуть В канавке Оно в общем-то Ходит конечно Но Это не та легкость Которая на том поршне Искать чтобы оно тут Грязь Что-то как-то Сняло Я не могу Вы Подобный эксперимент Можете проделать Сами У себя К сожалению Остальные штуковины Протестить В этом видео Мы не можем Потому что у меня всего Два поршня я нашел Ну то есть я могу найти Конечно какие-то другие Но это уже Ну Слышишь А попробую Вот это вот Чтобы Вот этот Который плохо Откорсовался Другой Теперь Другой Да Почему Потому что Вот на донышке Смотри какой нагар Вот Хотя Ну он так вот снимается Не вести Оно на этом Димексидном Поршне Не Ну тут нагар Разрыхлился Тут вопросов у меня нет Вот Собственно Что другим горишь попробовать Ну да Ну давай Этот контрольный Димексидный Мы оставим здесь О Ты его очень хорошо разогрел Ты его очень Сразу и быстро Нету грязь как была на кольцах А ты вылил оттуда Вылил Ну давай затестим Какой-то Феном Декодер Раскоксовщик Вот Запечатанный Кстати Был Или Не в это Не Между щелками Женя Ну так я так и пытаюсь Его заливать Ну вот так Там еще что-то осталось Ну вот мы продолжаем 80 градусов Ну вот шатун у нас тут Довольно горячий Эта штука не очень Ну хотя На ощупь странно Да вот Правильно Вот надо банку Мерить 76 Но все правильно Держи Смотрим Я его тут шевелил Немножко Ну я имею ввиду Туда сюда Я его вытаскивал Ну Я Как бы Не хочу Никого обидеть Но по-моему Оно как не шевелилось Вот абсолютно Оно как не шевелилось Как грязь на нем была Не ну может где-то Что-то чуть-чуть Оно и стало лучше Но Кокс здесь Но он как был Он твердый Так он там и остался Короче что-то я Эффекта не узрел Ну давай еще раз Давай уже эту Эту хаду проверим Давай Вот туда Куда Вот сюда Стой Еще чуть-чуть Чуть-чуть Давай Стой Убирай Стой Так вот 250-260 Нормально Так Аналогично Повторяем Тут его скорее Мы расшевелим От нагрева Так Ну и берем Вот эту Я понял Я понял На Ну ладно Так Опустим этот Хобот Туда Чтобы он не сгорел Фу Ну то есть Как предлагается По инструкции Тихо 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 Ну она там Заполняет Потихоньку Антикок Ну вот Горячий двигатель Как будто бы Ты только что На нем Проехал А ну-ка Ай Е-мое Если же это Ну блин Давай Уже все Не А ну каким-то Этим На посмотри Как кольца Ходит Не Отпиши Я сейчас Как это вот Отпекла Ну Слушай Смотри Нагар Отлазит Да Реально Нагар Отлазит И кольца Сейчас мы Посмотрим На Ну вот С той стороны Где я пшикал Кольца Почистились Вот смотри Вот я же его Вытащил Вот он Вот оно Здесь Почистилось Ну не так Как после Димексида Конечно Но почистилось Вот С этой стороны Допустим С другой Короче Не Ну вот По эффективности Из этих промывок Этот веролюб Он самый Такой Веселый И тут И тут Нагар Подкисал Ну Неплохо Но все равно Тут По эффективности Далеко Ладно Давай Всего этого Можно сделать Давай еще раз Финально Шмурдяком Вон тем Попробуем И все Давай На Поджигай его Все Хватит Хватит Сань Все Тут он должен быть Буквально Чуть-чуть Теплый Ладно Смертельный номер Держи Ого Это опасно А я тут Чуть-чуть Буквально Оп Главное Не перегревать Чтобы он не брызгался Ты понимаешь Дело в том Что Он И очистит И убьет И убьет И убьет И вон Ахрен Оно даже Шипит Ого Смотри Шипит Я не знаю Слышно Или то Или нет Но оно реально Шипит Дальше Только дальше Сейчас я Палец Вытащу Оно Сука Шипит Причем Так Конкретно Главное Чтобы На руки Не попало Ого Там бульбашки Идут Ну то есть Его надо Вот так Ох Какие Кольца Белые Сейчас 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 Еще горячая Еще реакция Не прошла Тут главное Тут главное Не передержать Тут надо Вот ходить Так Мы его тут Подшевеливаем Я так понимаю Тут уже Основное Действующее Вещество Прореагировало О Смотри Там прям Ломти Отламываются Сейчас оно О Смотри Ломти Чего-то там Вот Это Смотри Вот это Я понимаю Чистит Вот это Говно Отваливается Смотри Какие Кольца Беленькие Но это Не финал То есть Чтобы это Все дело Финализировать Нужен еще Один Маленький Момент Для того Чтобы это Все финализировать Нужна Обычная Вода Вот у меня Здесь есть Немножко Воды Это у нас Тут С проверки Головы Осталось Ну мы Вот сюда Поставим Все Он уже Больше Не шипит Он там Прореагировал Везде Так Так Надо теперь Все это Промыть Хорошо Вон Бульбашки Сразу Пошли Как сразу Бульбашки Пошли А кольца Да какие Блестящие Сразу Стали Смотри Смотри Какие Колечки Так Ну и надо Быть Компрессором Конечно Продуть Так как Это вода Какие Кольца Ну и Собственно Финал Вот он Поршень После Шмурдяка Которого Не брали Ни Лавры Ни Финоксы Ничего Его Не брало А после Шмурдяка Он Раскоксовался А вот он Поршень После Димексида Он тоже Имеет Место Быть То есть Здесь Шевелятся Кольца Вот Она Грязь Но она Не так Офигенно Отлетела Как от Этого Поршня Я думаю Ну Видно Да То есть Слова Как бы Лишние Способ Этот Классный Раскоксовывает Все И днище Кстати Вон Пожалуйста Днище Все Он отлично Раскоксовывает И в общем Небольшой Финал Как я уже Говорил ранее Что я Не верю В эффективность Раскоксовок И Пока я Не убедился В обратном К сожалению Димексид Раскоксовывает Да Действительно Есть у него Свойства Подбивать Грязь И так далее Неплохо Вполне Неплохо И есть Мега Турбо Шмурдяк Который Отбивает Грязь На раз Два Способ Хороший Вот только Его на Автомобиле Применить Нельзя Я В отличии От разных Интриганов Интрижки Делать Не буду Вот это Вот Ничто Иное Как обычный Электролит Аккумуляторная Кислота И Лайффак Или лайфхак Вот это Вот Отбивает Любую Грязь Только Надо Нежелательно Чтобы Тело Обрабатываемое Было Теплое Хотя В этом Градусов 50-60 Вот это Отбивает Грязь Любую С Любых Металлических Деталей Не только Чугунных Но и Алюминиевых Просто На раз Два Единственное Что на Автомобиле Применить Вот это Вот Не представляется Возможным По крайней мере Я особо Не представляю Как это Можно сделать Потому что Это нужно Залить Цилиндры Покрутить Его Двигатель Типа Как Монтернуть Ключом В общем Его покрутить Нужно И быстро Это дело Все извлечь Потому что Это если Оставить На пару часов Оно Войдет В реакцию И Кислота Сожрет Все что Можно сажать Так Она отбивает Просто Грязь Она Входит В реакцию Со слоем Металла То есть Первичным Ну Первым И соответственно Вся грязь Отлетает Которая может быть Тем самым Не нарушая Кардинально Как-то Размеры Там Не влияя Ну В разумных Количествах Конечно На Геометрические Размеры Двигателя И К тому же Концентрация Серной Кислоты В Электролите То есть Это вода Серной Кислоты Она Достаточно Скажем Не сильно Большая То есть Кислота Вся Реагирует И Ну В общем-то Она Заканчивается Реагент И Все То есть Дальше Она Реагирует И обычной Водой Нужно Это Вымывать Обычной Водой Можно Конечно Попробовать Использовать Ее Перегнать Сделать Более Концентрированной Но От этого Будет Хуже Но Это Не напутствие К действию Вот Я никогда В жизни Никому Не порекомендую Вот это Вот Заливать В движок В целях Раскоксовки Профилактики Короче Чего угодно Да и Димексидом Баловаться Как я уже говорил Что-то я сомневаюсь В особой Эффективности В общем На этом У меня Все Вот такой Вот Лайфпак Кислота Ничего Нового Никто Не придумал На самом Тоделе И В общем Изучайте Химию Ха-ха-ха-ха